всем доброго дня но сегодня вот суббота выходной на улице дождик сыра ну и воспользуюсь моментом безделье будем говорить так хотя я не бездельничали чебуреки сделал хачапури сделал делами занимался кошу кормил больше немного выгуливал забот хватает магазин сходил кстати в комментариях что невозможно верить это так ребята я не не привык вот это преувеличивать как-то это 68 лир я заплатил за все это по курсу сам посмотрите вот это а 101 до мигросах везде таких магазинов дорого но я супермаркет здесь не хожу первый год я немного походил после того как я сравнил цены мигросе или других таких брендовых таких маркетах и наши простые магазины а 101 бим короче шоке цены сравнил теме ассортимент ассортимент оказалось одно и то же а цены другие совсем я беру там где ходит народ и рынок тоже я хожу туда куда простой народ ходит вот как говорится понтовите вот это я ходить не умею поэтому я всегда я не говорю что я как-то это но я привык жить по карману вот и даже у меня много было бы денег я бы все равно бы не потратился бы на больших вот этих маркетах когда за тот же самый товар тот же самый ассортимент я плачу в разы меньше даже вот в а101 у нас рядом шаговой доступности это отсюда метров 100 наверно от меня здесь все шаговой доступности и шок и бим все и всегда и распродажи бывают очень очень даже дешево вам распродаж вообще когда там прямо на кассе пишет кто больше 10 лир отоварился купил вот масло было растительно хорошего качества на 20 лир аж дешевле кто больше 10 лир купил но одну бутылку на каждый 10 рублей вот например вы на 20 купили две бутылки можно купить на 30 лир три бутылки я отоварился вообще хорошо марш масло растительного тоже на отоварился оливку вот тоже самое вот теперь еще вопрос о том что у меня вот подписчица спрашивает чё ввести подарок вот родственникам дочери у нее дочка здесь замужем вот как бы это из россии ну я бы не я не знаю вам кто-нибудь даже другой даже не посоветует как бы такое чтобы это только может те которые живут в семьях этих да вот девушки и замужем у них спросить они скажут но я вот здесь сколько прожил они все любят только свое только они любят свое свою еду свое все это это очень даже хорошо а ко всему иностранному они смотрят подозрением вот у меня соседка работала в отеле обслуги там наши соотечественники оставляли уезжали когда шоколадки такие хорошие так и плиточные вдохновение там аленушка и другие эти она проносила и говорит это а тут есть свиной жир я говорю ну наверное есть она растут же мне дается заберите и вот на блошином рынке тоже надо бывает так вот у меня помните я показывал шикарных туфель короче целая коллекция это не значит я слишком богатый такой нет я это все куплено очень дешево вот побросовые цене потому что продается смотрит на модель италия написано ручная работа это со свиной кожи я смотрю я откуда знаю я чё кожевенник что ли ну кожа хорошая и тут же спрашивают они горят вообще итальянцы какой веры я горло христианский католический есть они свинью едят я года наверное это ну я готова сюда забирали я говорю я не гордый вот давал короче какую-то сумму и забирал и сейчас также вот на блошином рынке вы можете много увидеть разнообразие наших которых видимо кто-то провозил и матрешки там есть и платки есть вот и даже вот этот шоколадные конфеты вот это аленушки можно купить очень очень много того чего кто-то уже провозил подарок понимаете поэтому я всегда считаю что самый лучший подарок это деньги и же здесь же сходить с ними купить что они любят потому что можете угодить можете не угодить я еще раз они подозревают вот есть где-то процентов 50 больше 50 консервативные люди они подозревают во всем вот вдруг там свиной жир вдруг там свиная кожа или еще что-то такое и еда вот они большинство еду наши не воспринимают как есть как у меня друзья кстати я который манту манты отвожу они едят с удовольствием вот плов тоже довольствие вообще вкуснятина но есть которые вот они понимают если бы сказали бы на про бульгур с этим то перцем то потом сарма это типа долмой да короче вот такие были блюда мерджимек шурба кебаб вот адана кебаб там есть потом этлепиде там короче чуть-чуть мясо и там это хлеб пиде этлепиде это мясной пиде короче хлеб с мясом короче лепешкой вот я же говорю вкус разный но угодит очень трудно очень трудно в еде это самое в одежде да можете платок привести хорошие платки хорошие павлово-пасадский платки вот они очень хорошие шерстяные суперские матрешки это я не советую матрешку я не знаю вот я же говорю на блашином рынке очень много даже за копейки и у меня вот целый набор вот это матрешек я купил по бросовым ценам хорошего качества тоже привозили подарок понимаете вот вот так вот так что по подаркам надо спросить у вашей дочери чего они любят его ее уже родственники настоящий сейчас родственник со стороны что они любят что свекровь любит какие у них вкусы это только потом надо а так на альбом привести на пустое место тащить вот лучше всего деньгам приехать деньгам пойти чем-то купить там уже что им нравится допустим вот так лучше ну конечно чисто символически какие-то открытки хорошие платки я уже сказал вот ну так вот я думаю конфеты они тоже относятся как-то я же говорю я может быть у вашей дочери родственники не такой же конфеты тоже видите конфеты тоже она проносила наверное тут свиной жире наверное если она мне сразу короче мечу я откуда знаю там есть свиной жире ли нет но вот так вот поэтому с подарками очень выборчиво относитесь к этому подаркам тащить зря платит большие деньги огромные для вас станет будут большие день вот это сам матрешки я знаю что очень дорогие россияне очень дорогие а здесь на большином рынке 10-15 лир это получается 20 рублей нет сколько так ну 10 лир это нас 55 рублей за 55 рублей вам дадут матрешку там россии хорошую такую нет конечно статуеточки проводят красивые они там тоже проект жель там все есть вот тоже на рынке продают вот кстати цветка мне хорошо относятся но я не знаю почему их продают видимо уезжали люди или чё поэтому с подарками можете прогадать поэтому лучше везите деньги самый лучший подарок это деньги самый лучший подарок это деньги да вот так вот всех вам благ пока